Стройка идет. Губернатор Ненинского автономного округа Юрий Бездудный проинспектировал ход работ по возведению детского сада в Нельмином-Носе. Столицу Малоземельского сельсовета глава региона посетил накануне. Далее все подробности. Тяжелая техника в Нельмином-Носе до недавнего времени была редкостью. Однако в сентябре этого года в национальном поселке началась масштабная стройка. Возводят в едва ли не самый важный для столицы Малоземельского сельсовета социальный объект – школу-сад на 215 детей. Согласно строительному паспорту, это будет двухэтажное здание общей площадью свыше 6000 квадратных метров. Двухэтажное, яркое, красивое. Да, яркое, красивое двухэтажное здание, которое, в принципе, представляет собой металл-каркас и с панелью. Центрич? Да, с панелью. Толщина панели. Толщина панели, если не изменяю память, порядка 200 миллиметров. Ну, с учетом клиента. Сегодня идет разработка котлована и забивка сваль будущего здания. Добавлен щебень, песок, цемент и строительная техника. Все работы подрядчик должен завершить до конца сентября 2023 года. До этого времени школьники и воспитанники детского сада будут уйти в трех отдельных зданиях. Я надеюсь, что в сентябре 2023 года школьники и малыши детского сада уже пойдут в новое здание. Это будет, ну, это... Я не знаю, как передать словами, потому что, разговаривая с людьми, понимая, что уже многие просто в это не верят. Вот, есть старшее поколение, у которых уже правнуки в школу пошли. Вот, а им еще в детстве обещали, что вот школа, они будут в ней учиться. Вот, и сегодня этот объект строится, и факт то, что мы это видим собственными глазами. Помимо инспектирования стройки, делегация представителей власти проверили физкультурно-оздоровительный комплекс, баню и сельскую амбулаторию. В амбулатории есть все необходимые препараты, лекарственные препараты. Есть техника, которая позволяет осуществлять консультации по телемедицине. Есть в достаточном количестве вакцина и от гриппа, и от коронавируса. Это очень важный вопрос, связанный со строительством Дома культуры. Тот участок, который первоначально был выбран, люди, жители просто не одобрили. И мы посмотрели в центре тот самый участок, на котором ранее был Дом культуры. И жители хотели бы, чтобы новый Дом культуры был именно там. Поэтому посмотрели этот участок, будем отрабатывать проект, для того, чтобы этот Дом культуры оказался в самом центре поселка. Посмотрели жилье для оленеводов. Два дома для жителей Тундры заселят до конца этого года. Как отметил глава региона, дома хорошего качества, а главное – теплые. В перспективе подобные строения можно рассматривать и для сельских специалистов. Сергей Коняков, Алексей Орлов, Телеканал Север.